Приветствую вас! Смотрите Анастасия, какая получается ситуация сейчас. С одной стороны, вы хотите семью. С одной стороны. И ваше желание семьи, оно чем-то обусловлено. Ну, вообще, ваше желание семьи чем-то обусловлено. Вы почему-то хотите семью. Вам почему-то, образно говоря, хочется ее иметь. Да? То есть, вот, ну, хочется иметь семью. То есть, вы хотите для себя через семью что-то получить с одной стороны. Но, с другой стороны, вы не принимаете своего мужа, получается, таким, какой он есть. Вот. Потому что вы, ну, потому что вы хотите его переделать, хотите его поменять. И получается, что вы в отношениях с мужчиной. Потому что, в том числе, в том числе, что вам, ну, нужна семья, определённая семья. И под это вы пытаетесь подстроить своего, а, значит, мужа. Вот. Но это, не самый лучший, не самый лучший расклад. Совершенно очевидно. Да, потому что, человека, таким образом, получается, таким, какой он есть. Вы не видите. Вот. И построить отношения в таком случае вам будет очень сложно. Потому что, любые личные отношения строятся на, безусловном, принятии партнёра. То есть, вы либо принимаете, безусловно, партнёра, либо нет. Но, в вашем случае, вы, партнёра, принимаете, отказываете своего. Почему-то. Вот. Почему, да. Почему вы отказываетесь принимать своего партнёра. Это вопрос. И вопрос, на мой взгляд, достаточно серьёзный. Дальше. Муж не хочет развиваться. Хотя я, по натуре, человек, который хочет найти ссылок, а чуть-чуть бы не получил образование. Это она же не понимала, что принялась помочь. Она же её мне это не нарисовало. Ну, правильно. Вы здесь анноциации разные люди. И совершенно нормально, что мужу не нужно то, что нужно вам. И, собственно говоря, наоборот. То есть, эээ, в чём здесь, эээ, в чём здесь, эээ, фро-, свродность для вас. Но вы... Вы как-то вот ээээ Постарайтесь себе понимать для себя ээээээ. подумать, в чём здесь флотность для вас конкретно, почему вам сложно принять его мужа вот таким, особенно если вы его выбрали. То есть получается, что вы его выбирали с расчётом на то, что он будет кем-то другим получать. Ну вот насколько это хорошо для вас, ну я надеюсь вы решите для себя, потому что отношения, которые, ну которые высталиваются так, они к сожалению крайне болезны, вот, оно и понятное, ибо, простите, но человек это, получается, вы не видите живого, видите только материал для переработки. Так, значит, как дальше быть, так и не верю на эту жизнь вообще. Хотя любим друг друга, но, скорее всего, не могу, хотя семью, которая мышл для нас будет дополнять друг друга. Ну во-первых, тут нужно, я полагаю, семейная консультация, как минимум, потому что, нужно понять вас обоих, во-вторых, вы говорите, что, вы любите друг, любите друг друга. Я вам, конечно, верю, вы любите друг друга, но, вместе в тем, хотел бы, лучше понять, как любовь проявляет вас, любовь. Ну, друг другу, в чем она проявляет вас, любовь. Самое что, вот, например, для меня, любовь, это когда люди принимают друг друга такими, как они есть, безусловно, вообще. И не пытаются друг друга переделать, при воспитании. Вот. то есть, вы поймите, что в вашем желании, в вашем желании, иметь семью, да, да, определенного рода, ничего плохого нет. В вашем желании, иметь семью, это нормально. Вопрос в том, чтобы вы сами для себя поняли, от чего же я хочу, от семьи, мне, семья, чем, почему нужна. Вот. И для чего я, так, нуждаюсь в семье, ведь вы же не просто семью хотите. Вот. Вы не брать, вы не просто хотите семью. Вы хотите семью, где, что-то происходит. То есть, где люди, вот, там, определенным образом себя ведут, где люди, вот, как вы говорите, дополняют друг друга. И прочее, прочее. Ну, хорошо. Хорошо. Но если так, то явно вы не того человека, человека выбрали. Да. В одной очереди, потому что вас, он, не дополняет, от слова, совсем. и налицо противоречия, на этом, налицо противоречия, которое необходимо разрешить, именно вам, с помощью психотерапии. Опять же, муж же вас поменять не пытается, правильно, пытается поменять его вы. Почему? Потому что, считайте, что, с точки зрения, да, ваша позиция, она, ну, такая вот, наверное, более адекватная. Ну, может быть. Знаете, может быть. Может быть, ваша позиция и более адекватная. Тут проблема не в том, адекватная она или нет. Ну, вот. Тут проблема заключается в том, что мужа, вот, не надо. Вашим. Вашим. Проблема заключается в том, что, вашего мужа, а, ну, интересуют, а, такие вещи, я бы сказал, ну, другие, другие немного. Вот. Знаете, в чем, в чем сложно. И, соответственно, уже, как бы исходить вам нужный ответ. На мой взгляд. Такая же, по крайней мере. Вот так, я думаю, можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. Обязательно прислушайтесь к тому, что сказал мой коллега Кудрычов Игорь Леонидович. Это очень справедливо и точно. И желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.